В Англии начался судебный процесс над супругами, которые держали в заложниках, а затем жестоко расправились с ней, а не своего ребенка. Они почему-то были уверены, что девушка вступила в сговор с бывшим возлюбленным хозяйки, участником популярной британской группы «Бойзон» Марком Уолтоном, а также посчитали ее колдуньей. Репортаж Евгении Могилевской. Воровка, колдунья, девушка легкого поведения, каких только обвинений в адрес убитой француженки Софи Лиане не услышали ее родители во время расследования жуткой смерти их дочери. Первое заседание в Центральном уголовном суде Лондона Олд Бейли стало для родителей 21-летней девушки очередным испытанием. Да, я правда долго ждал этого момента, но если честно, я даже не знаю, как на это реагировать, ведь пока непонятно, какое вынесут решение. Вначале у меня был шок, но я просто стараюсь принять те испытания, которые на меня обрушились, и просто жить. Молодая француженка приехала в Лондон, чтобы выучить английский язык. Однако почти за год своего пребывания в стране она так и не смогла этого сделать. Софи Лиане устроилась на работу в дом к молодой французской паре Сабрине Куайдер и Уисме Медуни. Воспитывала детей и вела домашнее хозяйство. Друзья девушки рассказали, что пребывание в семье превратилось в настоящее рабство. Она собиралась уволиться, чтобы вернуться домой. Собственно, в июле она уже должна была вернуться обратно. Молодой няне практически не платили денег и даже били. Соседи регулярно слышали звуки ссоры, которые доносились из дома. Осенью прошлого года жителям района Уимблдон, где проживали Сабрина Куайдер и Уисме Медуни, пришлось вызвать пожарных. Со двора их дома шел дым и сильный неприятный запах чего-то горелого. Приехавшие полицейские обнаружили очаг возгорания и затушили огонь. В кострище они увидели останки человеческого тела. Как позже подтвердила экспертиза, это была убитая Софи Лиане. Суда ждали, но начало процесса у юристов вызывает много вопросов. Этот процесс, казалось бы, проходит в рамках судебной системы, но почему-то как будто тайком. У нас, например, нет позиции прокурора, хотя у английских журналистов его речь на руках, а у нас ее нет. В зале заседания были обнародованы видеозаписи с мобильных телефонов, обвиняемых в убийстве. На кадрах многочасовая пытка. Сабрина Куайдер и Уисми Медуни пытали свою жертву. Около суток не кормили. Жестоко избивали, угрожали изнасилованием. Молодая пара выбивала у девушки признания, суть которых трудно было понять. Ее обвиняли в некой преступной связи с бывшим возлюбленным хозяйки дома Марком Уилтоном, одним из основателей и участником известной поп-группы «Бойзон». Марк Уилтон является отцом старшего ребенка Сабрины Куайдер. Во время пыток женщина требовала, чтобы няня призналась, будто она является любовницей ее бывшего звездного мужа. Якобы парочка планирует некое преступление и даже прибегает к черной магии. Полиция выяснила, что Марк Уилтон даже не был знаком Софи Лиане. Обвиняемые жили в Лондоне непосредственно в достаточно дорогом районе. Аренда дома обходилась в 900 тысяч фунтов стерлингов. Не исключено, что мучители выпытывали у Софии нужные слова, чтобы в дальнейшем шантажировать звезду эстрады и потребовать у него деньги за компрометирующую видеозапись. Евгения Могилевская, Дарья Городского, Вести, дежурная часть. Продолжение следует...